здравствуйте дорогие друзья мои любимые подписчики и гости канала решила начать с красивых маргариток а так я веду вас в мою теплицу новую которую перенесли на новое место покрыли новым поликарбонатом вот здесь вот четыре штучки это у меня мелотрия шершавая такие огурчики по виду как арбузики полосатенькие дальше у меня там четыре или пять кивана с задней стенки а здесь вот впереди имбирь я посадила вот эти такие ветки красивые необычные перец острый у меня конечно пока приживается баклажаны три штучки тут получше себя чувствует вот это арбузики один более-менее стоит солдатиком 2 уши повесил но будем надеяться отойдет я все это посадила до того как уезжать в брянск 10 дней назад еще были морозы морозы пережила все но конечно расти в это время не росло 10 огурец уже собирается цвести посоветуйте мне кто понимает я вообще не очень-то прям сильно такой агроном может быть стоит оборвать вот этим первые завязи чтобы росло само растение помощнее потому что вот они прямо огурчики уже появляются это кабачки у меня я прямо ближайшее время их высажу здесь кукуруза у меня всходит как-то неравномерно остатки помидор и вот здесь я ящики тыквы на проращивание поставила буду потом сажать это базилик четыре маленьких веточки и салат который я сама севом нашла на огороде высадила в начале теплицы я не показала у меня здесь салат который я сажала семенами показывала уже я уже оторвала и корешок назад посадила вот здесь вот я тоже посадила корешок назад из него опять лезут листочки он нормально прижился судя по всему гладиолусы ждут когда я их закопаю найду местечко и вот этот три штучки мне мамордики они уже переросли когда их сажала и поэтому они вот пока приживаются будем надеяться что приживутся на огороде уже после того как я вернулась мы высадили с мужем помидоры две грядки вот укрытые пока они приживаются выглядят они конечно страшно я даже даже не знаю показывать не буду наверное но они там все прям совсем ужасно перестояли вот в этой грядке как и планировал я высадила батат пока что он тоже приживается привыкает поэтому под укрывным помните показывала сажала горох очень неравномерно зашел хотя мы сыпали очень много гороха вот здесь у меня лук-порей пока что маленькие ниточки они все морозы пережили но сейчас будут отрастать будем надеяться некоторые прям побелели клубника тоже слава богу она не начинала еще цвести но самые первые цветочки видите с черными серединками вот эти попали под мороз другие вот которые последующие цветочки расцвели они уже вот без черных вот этих середины по просто с желтым из них скорее всего получится нормальные ягодки здесь у меня ирисы в этом клумбе какие-то низенькие они у меня цвет хороший темный такой фиолетовый но почему-то они очень низкие наверное сорт такой я не знаю вот в этой грядке где у меня молодила тоже ирисы и тоже они очень низкие очень дружно цветут хорошо но прямо маленькие какие-то такие букет не сорвешь но можно конечно и букет но зачем мне пусть уже растут все в траве сныть это все заполонила здесь вот я морковку посадила а нет это не морковку этой кабачки посадила семенами на ранние это у меня вот рассады в теплице а здесь семена не тоже перед отъездом высадила перец вот перец очень хорошо себя чувствует он не успел перерасти здесь уже мы дергаем во всю редиску ну и вот буду еще одна грядка пустая соседние здесь вот капуста уже надо ее высадить я ее высажу и свеклу потому что здесь им в ложках в этих не нравится судя по всему астры бархатцы тоже все надо высаживать вот эти вот у меня четыре перец конь сладким сюда вот посажу к арбузам здесь тоже один солдатиком один по две алюши уже лунки накопала сегодня буду эти перцы и высаживать и мне еще два баклажанчик а вот здесь есть тоже их высажу в эту грядку что еще у меня какие новости а вот помидорная теплица помидоры конечно не живы не мертвы стоят уже я их и полила и все но верхушки позеленели наверное отойдут нижние листья обдеру потом когда уже появится еще какие-нибудь дополнительные листочки но помидоры не прям вот выглядит не презентабельно а я еще из брянска привезла несколько саженцев малины вот я их высадила поливаю каждый день чтобы они прижились тут и желтая ну и будем надеяться вырастут пять штучек пять кустиков у меня какие-то побольше какие-то поменьше будем то что моя уже давным-давно как-то вырождается как-то корни засыхают здесь мне петрушки немножко по малине щавель здесь более тенистое место кто-то жрет мы щавель какая-то тля я не знаю оторвать просто и выкинуть или обработать щавель как-то обрабатывать не неинтересно тресимая ходит здесь двое редко посадила картошки потому что под картошку я еще не вскопала участок который планировался а этот уже вскопанный был и я так подумала что посажу к я ее сюда тоже вот а так у меня под картошку вот здесь вот через дорожку сейчас я пройду покажу мне было два участка маленьких две грядки я их объединяю между собой вот доску одно выдрала вторую не могу оторвать буду мужа ждать засыплю все это землей вскопаю и сюда буду сажать картошку вот там у меня где была теплица я наверное не буду пока копать потому что мне смотрите здесь как дружно укроп взошел рассеялся и прям не хочется мне тут я просто здесь обработаю все пропалю вот эти вот салатики к самосевные пересажу аккуратнее чтобы они все были и в следующий раз вам все покажу как я тут сделаю я думаю что до следующего видео я здесь приведу все в порядок а кстати я помните вам в одном из предыдущих видео показывала свою грушу которая вроде бы мне и мешает она затеняет там грядку и и говорила что она и болеет и все такое вот она что-то у нее листья не появляются то ли из-за морозов то ли что но уже даже на самых маленьких появились листочки а здесь вроде бы и ветки гибкие них хрустят не ломаются но при этом ни одного листочка еще не появилась не знаю что мне делать подскажите если кто знает что это может быть кстати вот одна яблоня уже тоже там за 1 заднем плане уже листочка много а вторая яблоня которую нам очень нравится белый налив она что-то тоже в листочке у нее не появились вот это вот грядка я сюда вот тыкву буду сажать покажу потом здесь вот пустая вот широкая еще половинка грядки сюда тоже будут тыквы сажать вот я про яблоню хотела показать вам там вот на этом белом наливе после зимы такие вот черные какие-то пятна я не знаю видно их будет или нет куски веток почернели в некоторых местах но вроде как может быть это от мороза и все это дело отойдет вот видите вот эта ветка здесь и еще одна прямо черная в одном месте остальная часть ветки нормальная и вот здесь вот еще тоже ветка толстая где раздваивается снизу тоже почернела что это чем намазать или не трогать кто понимает в этом если вы смотрите пожалуйста подскажите может быть этот ваш совет не только мне пригодится а и другим зрителям вот здесь вот уже все в листьях а вот та которая с черными пятнами почему-то пока мало листьев их она видимо раньше их выпустила все в траве у меня вот здесь вот черевишни я смотрю тоже не выпускает листьев тоже на подмерзла ждет когда уже точно будет тепло наверное ежевика почему-то тоже у меня без листьев ветки а новые вот вылезли росточки по грядке вот еще один подмерзший новенький росточек вот тут вот прям далеко но вылез тоже это вот будет ежевика а вот это вот ежемалины мы в прошлом году посадили здесь очень много снизу лезет новых веток почему-то на старых листочков почти нет тоже все с нытью зарастает я еще хотела показать капусту вот я высаживала тоже видео снимала вот она хорошо себя чувствует надо ее немножечко уже подокучить чем я и займусь ближайшее время потому что ведь видео пока снимали все как раз и увидишь обход делаешь что нужно сделать эти разницы вот здесь не распекированная капуста посажена 4 кустика а там было распекированная она гораздо крупнее и выглядит помощнее это вот морковку я под пленку посадила пленкой накрыла до всхода сейчас вот самое ближайшее время мне надо вот это вот скопать все посадить картошку а тоже июнь на носу еще я хотела спросить может быть кто-то подскажет почему-то у меня все дерево и вишни почти листьев нет и цветов и только одна веточка вот маленькая внизу вся в цветах и листьях и почему только одна и та же самая история у меня на черевишни которая напротив растет все дерево практически без листьев и тем более без цветов вот сейчас я его покажу и только одна веточка боковая маленькая вся в листьях и в цветы с цветочками вот она а все дерево совершенно без листьев и почти уж тем более без цветов это прямо странно вот вся ветка в листьях а все остальное дерево голая может быть еще только для этой ветки пора пришла остальные еще не раскочегарились из-за заморозков может быть такое произошло не знаю напишите если вы знаете в комментариях я вам не показала еще свою грядку с лекарственными травами этот многолетний чабрец у меня рядышком у меня тут совсем маленький кусочек шалфея как бы не кусочек а несколько веточек это я сажаю каждый год рассадой потому что вообще считается многолетним растением шалфей но вымерзает в нашей климатической зоне это у меня тут мелиса и мята и где-то тут между ними затесался и соп я не знаю где он и дальше у меня зверобой и дальше на краю грядки петрушка вот здесь вот ирисы повыше которые цветочки вырастают у них еще только бутончики появились у них цвет не такой красивый как у тех низеньких актинидия вот это вот у меня здесь папа в шпалере тоже померзла все засыхает потихоньку не знаю отойдет или нет посмотрим вот дальше мне тут тоже это пионы высаживала не специально у меня это была грядка совсем под другое но когда я разбирала там грядку где много пионов них надо было куда-то пересадить вот здесь вот я буквально вчера сделала взяла у мамы в брянский топинамбур и мне надо было его куда-то приткнуть насыпала сюда земли и сюда посадила около забора здесь не самое солнечное место хотя топинамбур любит солнечное но у меня больше не нашлось местечко ну чтоб хоть как-то сохранить как-нибудь вырастет система ниппель чтобы держалась дверь и привязала ее к старой плите за ручку если вам интересно такие экскурсии смотреть по моей даче ставьте лайк пишите комментарии и большое спасибо всем кто смотрел до конца на экране и Продолжение следует...